Привет, друзья! В этом видео поговорим о том, что необходимо знать перед тем, как в вашем доме появится щенок, что необходимо приобрести и вообще, в принципе, как подготовить ваш дом к появлению щенка. Если вам это интересно или актуально, продолжайте просмотр, подписывайтесь на наш канал, если этого еще не сделали. Первым делом вам необходимо ограничить пространство и решить, в каком помещении будет ваш щенок. Присутствует большую часть времени, учитывая тот момент, что дома он будет находиться постоянно до конца карантина, это две недели после второй прививки, плюс к этому времени нужно заложить то время, когда он будет отвыкать от пеленки и похода в туалет в доме и привыкать к походам в туалет на улице. И это займет какое-то время, поэтому это тоже нужно иметь в виду, когда вы выбираете помещение, в котором будет тусить ваш щенок. Если у вас не так много комнат, то все равно вам нужно выделить какое-то помещение, какое-то пространство, в котором будет находиться щенок. И это необходимо, как минимум, на первые две недели, на период адаптации, потому что щенок попадает в новый дом, к новым людям, и рядом нету ему привычной мамы, его братьев, сестер, и запахи, и все остальное для него будет новое, и это, естественно, большой стресс. Плюс более ограниченного пространства еще в том, что приучить к пеленке будет гораздо проще, чем в большом пространстве, необъятном по габаритам щенка. Я бы тут сказала, что не лишним будет приобрести вольер. Это прям очень полезная покупка, одна из моих полезнейших покупок за те два месяца, пока Ханни с нами живет. Поверьте, это не пустая трата денег, и это действительно облегчит вам жизнь, особенно в те моменты, когда вам нужно выйти из дома в магазин или еще куда-то, или на работу, допустим, даже, и быть более спокойным, что щенок себе не навредит, что он не разрушит ваш дом, и не сходит в туалет где-то в другом месте, и не на пеленку, и, в общем, не растопчет это все. В случае с вольером огромным плюсом для вашего пола станет даже небольшой кусок простого линолеума. И это даже не столько касается аварий по поводу туалета, сколько привычек вашего щенка. Вы никогда не знаете, какими они будут. Вот, например, Ханни очень сильно любил мочить лапы в миске с водой. Естественно, разбрызгивать и выливать всю эту воду, потом плюхаться. Мы поняли, что пол так долго не протянет. Если у вас инженерная доска или паркет, то обязательно запаситесь кусочком линолеума чуть большего по размеру, чем ваш вольер. Далее необходимо сделать ваш дом безопасным для щенка. Не только ту комнату, в которой он будет тусить, но и, в принципе, всю квартиру. Начиная с хранения бытовой химии, нужно пересмотреть зоны хранения таким образом, чтобы щенок и даже в более взрослом возрасте не смог добраться до банок с хлоркой или еще чего. Ему не должны попадаться всякие губки, тряпки, перчатки. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. Спрячьте все провода, которые находятся на виденном месте, либо как-то их закройте, потому что щенки очень любят грызть провода. Они, в принципе, любят грызть все, что попадается, особенно первое время. Если в доме также есть маленький ребенок, игрушки все спрятать у вас точно не получится. В этом случае лучше разграничить и дать понять границы собаке и дать понять границы ребенку. То есть собаку мы не впускаем в детскую комнату. Прям запрещаем ей туда заходить с помощью поводка или еще как-то. А ребенку мы объясняем, что игрушки должны находиться только в этой комнате и выносить их никуда нельзя. Иначе собачка может пострадать. Потому что если собачка съест маленький кусочек какой-то игрушки или если он разорвет мягкую игрушку, он может съесть этот наполнитель, то он обязательно будет чувствовать дискомфорт и это может навредить его здоровью. После того, когда вы сделали ваш дом максимально безопасным, насколько это возможно, необходимо позаботиться о личных вещах для вашего щенка. Это будут миски. Миски, кстати, если у вас собака крупной породы, то выбирайте те, которые можно регулировать по высоте. Их должно быть обязательно две для еды и для воды. И никогда не путайте. Для воды миска должна быть всегда с водой. А еда в миске должна находиться только в тот момент, когда непосредственно идет кормление собаки. Не более 15 минут. Лежанка. По поводу лежанки очень много разных мнений. И кто-то считает, что лежанка абсолютно не нужна и это пустая трата денег, так как собака сама выберет место, где ей спать. Но, честно говоря, я не очень с этим согласна, так как вы все-таки в доме хозяин, а не собака. И вы определяете, где и что и как. И все должно зависеть от вас. Как вы свою собаку научите, так и будет. И к лежанке приучить совершенно не сложно. По поводу выбора лежанки скажу следующее. Не стоит выбирать ее на долгие годы. Она у вас дольше, чем год, скорее всего, не проживет. Как минимум износится из-за стирок. Как максимум собака ее просто разгрызет. Но, чтобы раньше времени она не вышла из своего строя и не потеряла внешний вид, не стоит выбирать также слишком дешевые лежанки с очень тонкой тканью. Таких очень много продается. И ценник у них не сильно разнится от тех, у которых ткань гораздо плотнее. Я бы посоветовала выбирать более гладкую ткань, в которой шерсть липнет меньше. К примеру, наша лежанка. Она довольно из гладкой ткани. Подушка у нее, как и у всех остальных лежанок, преимущественно съемная, двусторонняя. Кстати, моему псу почему-то нравится именно вот эта часть. Вот эта сторона, и он ее постоянно переворачивает. Хотя она довольно такая... К ней шерсть липнет, короче. Далее вам необходимо приобрести игрушки. Игрушек много не бывает. Игрушки нужны всегда, и это действительно очень помогает занять чем-то щенка и отвлечь его от, например, в период воспитания от мебели. Также вам необходимо завести какую-то супер уникальную, крутую, замечательную игрушку, которая будет выдаваться щенку тогда, когда вы куда-то уходите. Конечно, преимущественно он будет спать все время, но все же, если вдруг у него появится желание что-то пожевать, то пусть это лучше будет супер игрушка, чем диван, например, или какая-то другая мебель. Также вам необходимо решить и определиться, чем вы будете в дальнейшем кормить своего щенка. Это будет натуральное питание или это будет корм. Если вы выбираете все-таки корм, то не лишним будет приобрести контейнер, в котором вы будете его хранить, чтобы корм не потерял свой запах и вкус. И если ваш заводчик кормил щенка натуральным питанием, а вы решили корм, то не стоит его переводить сразу на корм. Как минимум 2 недели в период адаптации щенок должен питаться так же, как питался у заводчика. И только потом вы переводите его на корм. Также просто необходимо узнать, как дрессировать, как воспитывать щенка с самого первого момента вашей встречи и его попадания в ваш дом. И в этом пункте еще отнесу так же приобретение ошейника. Ошейник вам поможет сразу расставить границы и дать понять щенку, что можно, а что нельзя путем резких движений, когда он что-то делает не так, вверх или вбок. Об этом я сниму отдельное видео, так что не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы его не пропустить. Забирая ошейник, вам необходимо знать ширину шеи вашего собакина. Попросите у заводчика за пару дней, рассчитайте, когда вы сможете купить этот ошейник максимально близко к тому моменту, когда вы будете его забирать. Какая у него шея, чтобы заводчик замерил. Либо приобрести ошейник-удавку, который регулируется уже на месте путем фиксатора. Такой вариант даже будет гораздо лучше, удобнее и его можно будет использовать не пару месяцев, если у вас довольно крупный щенок, а достаточно более долгое время. Приучать к ошейнику также нужно с первого момента, когда вы приехали за щенком. Наденьте на него ошейник, дайте ему с ним походить, чтобы он привык. Это поможет вам его более спокойно транспортировать до дома. И также не забывайте давать ему время от времени дома ходить с ошейником, чтобы снизить концентрацию стресса на тот момент, когда вы первый раз пойдете гулять. Потому что улица, это будет новая обстановка для вашего щенка, и соответственно это будет сопровождаться все большим количеством эмоций и стресса. И если вы приучите к поводку и ошейнику заранее, то щенок будет себя чувствовать гораздо комфортнее, чем если же для него еще новым будет ощущение на шее этого ошейника и поводка. Далее необходимо позаботиться о гигиене вашего щенка. И сюда мы относим полотенце после купаний, полотенце для того, чтобы вытирать лапки после прогулок, лопомойка, которую тоже необходимо приучать сразу же, иначе потом, ну просто это будет сложнее, чем с первых дней. Также для купания вам понадобится специальный собачий шампунь, можете выбирать по типу шерсти, либо по породе, либо просто какой-то универсальный шампунь. Но смотрите всегда на состав, и он естественно должен быть качественным. Помимо всего этого, также необходимо ухаживать за внешним видом вашего щенка, в чем вам помогут когтерезы и пуходерки, расчески и всякие остальные штуки, чтобы вычесывать шерсть, в зависимости от того, какой породы ваш щенок, какая у него шерсть. Вы будете большим умничка, если позаботитесь о здоровье своего щенка заранее и подготовите аптечку для него тоже заранее, потому что щенок любит есть все, что попало, и вы не всегда можете заметить и уследить, поэтому пишите, что нужно иметь в аптечке. В первую очередь, вам необходимо иметь хлоргексидин, либо миремистин для обработки ран, ватные диски и бинт, думаю, понятно для чего. Шприцы вазелиновое масло. Это для тех случаев, когда щенок съел что-то не то, и, например, это пеленка или кусок какой-то игрушки. Чтобы это быстрее вышло из организма вашего песика, необходимо вазелиновое масло. Дозу уточняете по весу и всему остальному у ветеринара. Неплохо будет иметь средства от аллергии для первой помощи, в случае, если то, что съел ваш щенок является аллергеном для него, и появляются отеки или еще какие-то проявления аллергии. Также средства все эти уточняете либо у ветеринара, либо у продавца в ветклинике. Самое необходимое я перечислила, и, конечно же, список корректируется в зависимости от ваших потребностей и от породы вашей собаки. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Ставьте лайк. С вами была Марина, это канал Хани. Не забывайте подписаться, чтобы увидеть еще больше полезных видео.